Соединение двух отделений даст возможность не платить за аренду отдельного помещения, а на сэкономленные деньги можно будет приобрести новое оборудование, говорит Елена Запорожец. Платим за аренду помещения, где-то это до 53 тысяч лишних денег расходуется, мы подсчитали. Женскую консультацию разместят на первом и втором этаже акушерско-гинекологического отделения. Сейчас в этом здании ведется ремонт. Помещение уже покрасили стены и заменили окна на пластиковое, рассказывает Елена Запорожец. Пациентка больницы Елена Власова только за то, чтобы консультацию объединили с больничным корпусом. Говорит, так намного удобнее. Объясняет, в одном помещении можно будет не только проконсультироваться, но и при необходимости обследоваться у врача. Пустим, врачей обходить те же самые в одном месте намного удобнее, нежели с одного места на другое. Конечно, будет лучше и удобнее и в больницу подходить. С приобретением нового оборудования помогут и областные власти. По словам Елены Петряевой, закупят аппараты для рентгена и диагностики. Предполагаем закупку рентгенологического, диагностического оборудования, лечебного для именно вторички. Кроме того, планируется закупка транспорта для вторичной медико-санитарной помощи. Ну и ряд других аппаратов, которые позволят улучшить и качество, и доступность медицинской помощи. В учреждения ежегодно поступают более 30 тысяч женщин. В год здесь принимают до тысячи родов. Пациентки едут из Кировска, Иловайска и Шахтерска. В Харцизских амбулаториях вскоре проведут интернет и создадут электронный реестр пациентов, уверяет Елена Запорожец, заместитель главного врача по медицинской части больницы. Инга Лапикова, Василий Дмитриев, Панорама.